Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик и сегодня мы с вами поговорим о хитростях, которые применяют сотрудники правоохранительных органов при допросе подозреваемых, обвиняемых свидетелей. Ну вот самый распространенный способ, каким образом можно добиться нужных для следствия показаний, это пригласить подозреваемого, в будущем обвиняемого и подсудимого на допрос в качестве свидетеля. То есть приглашается человек в качестве свидетеля, его предупреждают об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, ну и все, и под таким давлением, в общем-то, проводят первый допрос вот этого свидетеля в будущем подозреваемого. Понятно, ему говорят, слушай, ты же не подозреваемый, ты же не обвиняемый, поэтому тебе, знаешь ли, адвокат сейчас не нужен, потому что ты всего лишь свидетель, поэтому вот мы сейчас тебя допросим, давай правдивые и честные показания. Ну человек может испугаться, человек может быть подумает, что действительно в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, и начинает давать показания как свидетель. Ну а через два дня ему меняют статус со свидетеля на статус подозреваемого. Ну таких как бы дел у меня очень много, да, ни один, так сказать, мой доверитель попался вот на такой, ну в кавычках говоря, развод, когда его, уже зная, что он в будущем будет привлекаться в качестве подозреваемого, допрашивают в качестве свидетеля. А вот если бы его допрашивали в качестве подозреваемого, то его не могли бы тогда предупреждать за отказ об уголовной ответственности, за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. И вообще тогда бы он вообще должен был бы прийти с адвокатом. Так что об этом говорит закон? Можно так делать? Вот такие хитрые способы применять в отношении граждан, которые могут в будущем преследоваться в качестве подозреваемых или нельзя? Так вот, есть постановление Конституционного суда, которое говорит, что при допросе лица необходимо учитывать не только его формальное, процессуальное, но и фактическое положение. То есть его еще никто не привлек в качестве подозреваемого, а, так сказать, в уме, три пишем, два в уме, да, а в уме следователь это держит. Так вот, суд говорит, что нет, ребята, следователи, так не пройдет. Нужно всегда учитывать фактическое положение лица, в отношении которого осуществляются публичные уголовные преследования. Поэтому ему должно быть безотлагательно предоставлена возможность обратиться не только к адвокату, но ему еще и должны быть предоставлены права, как обвиняемому по делу, в том числе право на защиту, как обвиняемого или подозреваемого. Ну вот, что сказал Конституционный суд. Он высказался однозначным. Нельзя, учитываем фактическое положение и не надо здесь хитрить, сказал Конституционный суд. Ну, на самом деле, все равно это происходит. И что же делать в этой ситуации? Ну, в этой ситуации вам может помочь, к сожалению или к счастью, да, только адвокат, который может в будущем признать вот этот протокол допроса недопустимым доказательством. Так как недопустимые доказательства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не являются, то есть это доказательства, которые получены с нарушением закона. А раз они получены с нарушением закона, то они являются недопустимыми. Поэтому не попадайтесь на такие штуки, понимайте сразу, в чем дело. Приглашайте адвоката. Если видео было интересным и полезным, поставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Я для вас на связи. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.